Добро пожаловать на мой канал! Я уже давно хотела снять видео о своих выводах, которые я сделала на протяжении своей жизни. Но потом я подумала, будет ли оно для кого-то интересным и актуальным на моем канале. Но потом я решила все-таки записать это видео. Во-первых, оно может стать для кого-то мотивационным. Во-вторых, это возможность для вас прикоснуться к чужому опыту абсолютно бесплатно. Я знаю, что у каждого свое прошлое, свой опыт, своя картина мира, и каждый по-своему прав. Поэтому, если вы с чем-то не согласны, то я заранее говорю, друг, ты прав, я соглашаюсь. Но у каждого свое мнение, и поэтому поехали! Жизнь не для того, чтобы ждать, пока закончится дождь. Жизнь для того, чтобы научиться танцевать под дождем. Что я имею в виду? Что в жизни у каждого человека есть какие-то потери, неудачи, потрясения. И вряд ли кому-то удается прожить ни клятым, ни мятым. Если взять историю Украины, то там были постоянные войны, революции, репрессии, раскулачивания. Даже моих прабабушку и прадедушку раскулачивали. И я даже не знаю, где находился их дом, как они раньше жили. В отличие, например, от моего мужа. Бабушка моего мужа живет в доме, который более 100 лет тому назад купил ее свекр. Представляете, в доме, которому уже более 200 лет живут несколько поколений. В Украине это просто невозможно. И не то, чтобы мы брали историю 100 лет тому назад. Мы берем даже настоящее. Стираются с лица земли города целые. Например, я 25 лет тому назад училась в колледже. Теперь нет ни колледжа, нет ни этого города. Я говорю сейчас конкретно про Бахмут. И поэтому наша задача учиться справляться с этими потерями. У нас просто нет другого выбора. Если мы хотим продолжать дальше строить свою жизнь. Если мы хотим быть продуктивными и при этом еще счастливыми. Есть в жизни разные инструменты для этого. Есть психотерапия, в конце концов. Каждый пользуется разными методами. И чем у нас этот навык будет прокачивание, тем продуктивнее будет наша жизнь. И приступаем дальше к прокачиванию этих навыков. Как я с этим справляюсь? Что я делала или делаю? Например, я знаю, что мозг человека это как компьютер. Его можно перепрограммировать. В этом могут помогать аффирмации. У каждого свой способ. Я не настаиваю сейчас. Я говорю сейчас конкретно про себя. Также окружение влияет на нас. Та информация, которая поступает в нас. Я сейчас говорю о новостях, о разных социальных сетях. То есть мы не можем изменить что-то. Мы не можем на это повлиять. Но у нас есть выбор, к какой информации мы будем прикасаться. У нас есть осознанность, когда мы можем прочувствовать, как эта информация влияет на нас. И если она оказывает на нас пагубное действие, то отказаться от этой информации. Еще мне помогают медитации, дыхательные практики. Например, одна из сильнейших медитаций, как я считаю. Даже можно так сказать, что это и не медитация. Это просто практика или навык, так сказать. Это техника концентрации. То есть она очень простая. Она абсолютно не энергозатратная. Нужно просто выбрать для себя свободную комнату, свободное время. И сесть в одиночестве, выключить все отвлекающие факторы и просто постараться ни о чем не думать. Мы думаем, что мы только во сне видим сны, но на самом деле мы видим наяву сны. Мы находимся очень часто в трансе. То есть мы занимаемся каким-то делом, а наши мысли или в прошлом, или в будущем. Или мы решаем какие-то задачи, или мы спорим с какими-то людьми. Иногда мы с кем-то поругались, а потом мы это все обдумываем. Вот надо было так сказать, так поступить. И вот эта вся мысль-жвачка вытягивает нашу энергию. А когда ум отключается, наступает такая тишина и такое ощущение, что ты наоборот подзаряжаешься этой энергией. И так постепенно я начинала анализировать, какая ассоциация повлияла на то, чтобы эта мысль конкретно ко мне сейчас пришла. Потом я начала осознавать, что это ко мне приходит, потому что это мои программы. Это приходит все с моего прошлого. И когда это все осознаешь, то потом понимаешь, что все это можно изменить. И свое сознание, и свои программы можно изменить не с помощью какой-то аюваски, или каких-то там кактусов, или грибов, или еще чего-то подобного. Что это можно просто сделать наедине с собой, в тишине. И это просто навык, который тренируется каждый день. И это мне очень помогает. И что дает эта практика концентрации? Когда вы уже научились контролировать эти мысли, не допускать их к себе, то вы становитесь более внимательными, более собранными. Когда вы общаетесь с людьми, это позволяет вам получать больше информации и задерживать ее в голове. Вы замечаете больше моментов, больше чего-то в образе человека, его мимику, его эмоции какие-то. У вас развивается эмоциональный интеллект. И есть еще противоположная практика, которую я тоже делаю. Это наоборот. Я отключаюсь от всех своих ролей. То есть я закрываю глаза, дышу медленно, немного расслабляюсь. И я отключаю все свои роли. Роль матери, роль жены, роль блогера, роль социального работника. И когда я все это отключаю, то я понимаю, что я часть этой всей вселенной, часть мировоздания, часть этой всей природы, что я состою из тех же самых частиц, как и остальное, то, что находится в этом мире. И тогда отключается твое эго, и ты как бы выходишь немного в эту всю нирвану. Я, конечно, еще не достигла такого просветления или такого состояния, когда можно уйти в нирвану. Но частично у меня получается это сделать. И ты, когда выходишь после этой практики, ты себя чувствуешь более счастливым, более расслабленным. И жить становится намного легче. Также мне помогает дыхательная практика Вима Хоффа. То есть мне она помогает зарядиться энергией, когда я просыпаюсь. Если я делаю ее перед сном, то она успокаивает. Я ее делаю уже на протяжении 9 месяцев практически каждый день. И что я заметила, что за эти 9 месяцев я не болела простудными заболеваниями. То есть у меня появлялись там первые симптомы простудных заболеваний. Чуть-чуть насморк, допустим, горло першило. После того, как я пару дней сделала эту практику, все чудесным образом проходило. И я настолько фанат этой практики, что я даже сняла свое собственное видео во Вьетнаме. Это очень красивый ролик, ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. И если вам понравится эта техника, вы можете дышать со мной. Еще одно из моих наблюдений, чем старше ты становишься, тем быстрее летит время. То есть когда я была ребенком, у меня было такое ощущение, что детство никогда не закончится. Я хотела как можно быстрее повзрослеть. Но сейчас такое ощущение, что у меня один день пролетает просто вот как этот щелчок. Я проснулась, что-то сделала, там выполнила какие-то задачи. Щелчок, я уже ложись спать и следующий день. Я понимаю, как быстро сейчас летит моя жизнь. И там уже одной ногой до пенсии, можно так сказать. И я осознаю, что за этот период нужно быть как можно продуктивнее, полезнее для общества и счастливее. Нужно обязательно делать инвестиции. То есть если бы я начала это делать 10 лет тому назад, то я бы была сейчас бы богаче. Благодаря моему супругу, которая увлекается этой темой, я начала инвестировать в акции, немного в криптовалюту, в золото. Если кто-то хочет инвестировать, но не знает, с чего начать, каким приложением или какой платформой для этого пользоваться, я могу порекомендовать приложение, которым я пользуюсь сама. Оно называется Trade Republic. Раньше там можно было покупать просто акции, сейчас можно купить криптовалюту. Сейчас они также выпускают карты Visa, которыми можно расплачиваться по всему миру. То есть приложение очень сильно развивается. И оно очень понятное для новичков, поэтому если вам интересно, то переходите по ссылочке, которую я оставлю в описании под видео. Но помни, что никогда не инвестируй больше, чем ты готов потерять, чтобы не было каких-то потом травм, депрессий или обвинений, что я кого-то послушал и дурак потерял потом деньги. Я никогда не принадлежала к тем людям, которые, когда видели маленьких детей, писали кипятком и говорили, ой, Бозички, какой холесенький, ой, как пахнет, дайте подержать, дайте его покатать на колясочке. Я помню, у меня была подружка, которая брала детей грудничков и катала их на коляске, наматывала круги в нашем дворе, она могла это делать часами. Мне как-то вот эти бейбики, маленькие дети не были особо интересны. То есть я к детям относилась точно так же, как ко взрослым. Были симпатичные дети, которые мне нравились, были какие-то несимпатичные, истеричные. То есть я их оценивала по каким-то характеристикам. И я никогда не считала, что смысл жизни каждой женщины – это обязательно стать матерью и реализоваться в материнстве. И я никогда не хотела иметь несколько детей, например. Но когда у меня появился сын, я считаю, что это самое большое чудо, которое произошло в моей жизни, и что дает конкретно материнство. Во-первых, это возможность с ним снова прожить детство. То есть сейчас в Германии много всего интересного. Всякие аквапарки, тематические парки, развлекухи, развлекательные центры. То, чего не было в нашем детстве, в Советском Союзе. Мы просто постоянно проводили время на детской площадке. Нас никуда не возили особо, мы ничего не видели. Иногда ездили на озеро. И сейчас я просто наслаждаюсь. Я сама, как ребенок, я могу в аквапарке с ним бесконечно ездить на этих горках. Мы можем с ним играть в какие-то активные игры. И я иногда впадаю в это детство, чувствую какую-то такую игривость. И я понимаю, что это как бы удерживает тебя в молодом возрасте. Это то, что не дает тебе стареть. Это то, что тебя активирует, бодрит и позволяет оставаться молодым еще несколько лет. И материнство — это еще как возможность прокачать свою дипломатию, чему-то научиться, построить отношения с новым человечком. И интересно наблюдать, как он растет, как он развивается, как то, что ты говоришь или делаешь для него, на него влияет. И я, наблюдая за ним, за вот этим вот процессом, понимаю, почему человек становится таким, а не другим. Как на него влияют родители, например. Как меняется его психика в зависимости от отношения родителей к нему. Это очень интересный процесс. Я рада, что я стала матерью. Это заметочка для Child Free или для тех, кто еще сомневается и не знает, нужен ли ему ребенок. Я все-таки рекомендую. Но только в том случае, если вы действительно будете им заниматься и развивать его, а не так, что он родился, отдали в ясли, в детский садик, постоянно занимаются там карьерой, и чужие люди его воспитывают. Тогда вы этого всего не почувствуете. То, о чем я сейчас сказала. В нашем быстро меняющемся турбулентном мире, я считаю, что одними из самых сильных качеств, которыми должен обладать человек, это, во-первых, способность к обучению, и, во-вторых, это возможность быстро приспосабливаться к изменяющимся событиям. И владение английским языком – это вообще must-have, который должен быть в нашем мире. В какую бы страну вы ни приехали, если вы владеете английским языком, то вы можете продвинуться намного дальше, завести какие-то контакты и получить помощь. Просто владение английским языком – это как ежедневная чистка зубов. Очень пригодится современным людям. Чтобы быть счастливым, найди свое место и найди то, что тебя зажигает. Самый лучший способ изменить свою жизнь к лучшему – это уходить оттуда, где тебе плохо. Не нравится работа – старайся поменять работу. Не нравится город – переедь в другой город. Не нравится другой город – переедь в другую страну. Переехал в другую страну – учи язык этой страны. И так далее. Сравнение себя с кем-то порождает фрустрацию. Я сравниваю мозг человека с компьютером, а тело человека с машиной. У каждого свои заводские настройки, у каждого свои технические характеристики. Естественно, можно сделать какой-то тюнинг, поменять мотор, поменять цвет машины, еще что-нибудь изменить, какие-то заводские настройки и улучшить себя. Но то, что может делать один человек, не факт, что сможет сделать другой человек. И поэтому не нужно смотреть по сторонам, кто там чем занимается, кто сколько заработал. Фокус должен быть обязательно на себе. Человек должен сравнивать себя настоящего с тем, кем он раньше был. И это только единственный способ для того, чтобы как-то развиваться и не отвлекаться на чужие успехи. Естественно, что могут быть мотивационные чужие успехи, но не обязательно же завидовать при этом. Можно просто посмотреть, порадоваться за человека, восхищаться кем-то, попробовать сделать так же или что-то сымитировать и достичь каких-то результатов. Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее даровано. Не нужно копаться в своем прошлом и думать, вот я бы, если бы вернулся, сделал бы так, а может быть по-другому нужно было как-то поступить. Если вы поступили так, это значит, что в тот момент, на том уровне сознания, которое у вас было, вы сделали именно такой выбор. Или у вас не было выбора, или вы не смогли рассмотреть другие варианты развития событий своего выбора. Поэтому оставьте прошлое в покое. Живите настоящим днем, наслаждайтесь, стройте какие-то планы. А если у вас не получается, то пользуйтесь техникой концентрации, которая вам может в этом помочь. Прошлое нельзя изменить, но у него можно научиться. Сделали выводы и пошли дальше. С наступлением цивилизации люди не стали цивилизованней. Сейчас столько много возможностей, чтобы наслаждаться жизнью, культурно развиваться, летать в разные страны. Но, несмотря на это, люди воевали, воюют и будут воевать. Я считаю, что любая война – это грабеж среди белого дня, это борьба за ресурсы и за власть. Для кого-то это горе и потери, а для кого-то это способ наживы. Если ты убил человека, то тебя посадят на 10-20 лет. Если ты дал приказ идти в другую страну и убивать там людей, то тебе ничего за это не будет. И, возможно, ты войдешь в историю как великий полководец или как очень сильный президент. Вот в чем несправедливость вся. Призывая людей к патриотизму, к защите своей родины, правительство пытается достичь своей цели после того, как они не смогли или не захотели договариваться. Когда мы идем на выборы, то мы выбираем только из тех людей, которые смогли дорваться до кормушки. И если среди этих людей нет собирательного образа того идеального президента, которого я представляю, то я считаю, что у меня нет выбора. Я считаю, что молодым людям абсолютно не нужны алкоголь, наркотики, сигареты. В молодости, когда ты полон сил, полон энергии, у тебя есть столько возможностей, чтобы получить удовольствие. Ты можешь заниматься спортом, можешь заниматься сексом, получать крутые оргазмы. Ты можешь заниматься каким-то творчеством. И вот эти всякие горячительные напитки и наркотики, это просто высасывание жизненной энергии, а также затуманивание сознания. И чем тупее становится человек, тем легче им манипулировать и тем легче на нем наживаться. А вот когда ты уже не так полон сил, не так радостен, не так много у тебя удовольствий, может тогда стоит начать употреблять. Я очень редко употребляю алкоголь. Я могу на каком-то мероприятии, например, пропустить бокальчик мартини или 50 мл коньяка или рома или еще чего-то такого горячительного. Но это бывает довольно-таки редко, раз в 3-4 месяца. И моя задача найти какие-то способы для того, чтобы в преклонном возрасте получать удовольствие от жизни, не пользуясь алкоголем или еще какими-то другими способами. Я хочу найти какие-то новые дыхательные практики, может быть йогу, может быть какие-то медитативные техники, с помощью которых все это будет возможно. Зачем мне нужен этот YouTube-канал? Не для того, чтобы показать, как я круто живу, попантоваться. Это дневник моей жизни, который я буду просматривать через 10, 20, 30 лет. Если, конечно, с платформой YouTube ничего не случится. Но даже если случится, то все эти видео есть у меня на жестком диске. И я смогу пересматривать, какой я была 30 лет тому назад, как я разговаривала, какие у меня мысли были, где я путешествовала. А также это способ поделиться с вами информацией, быть для вас чем-то полезной. И я надеюсь, что это видео вам понравилось, и что вы просмотрели его до конца. И, возможно, у вас такие же самые взгляды, и, возможно, вы что-то для себя подчеркнули. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, и мы увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok